Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Сегодня мы поговорим о том, как получить чудо. Библия содержит очень конкретные указания о том, как сотрудничать с Богом, чтобы получить чудо. Знайте, в жизни каждого человека, спасенного или неспасенного, когда-то наступает момент, когда ему нужно чудо. И мы хотим изучить, что об этом говорит Слово. Потому что, зная, что говорит Слово, у вас будет вера, чтобы это принять. Пожалуйста, учитесь вместе с нами. Возьмите свою Библию, блокнот, ручку, карандаш. И, смотря эту передачу, высвобождайте свою веру. Верьте, ожидайте что-то. Слыша что-то, что относится к вашей нужде, применяйте Слово в своей жизни. Слово направит вашу жизнь в нужное русло. Давайте вместе откроем вторую главу Иоанна. Иоанна 2. Вы скажете, «Пастор Нэнси, я сегодня не нуждаюсь в чуде». И все же здесь мы обнаружим важные принципы, применив которые, можно достичь вершин в каждой сфере. В бизнесе, в семье, в браке мы сможем достичь успеха. Для этого нужно предпринять совершенно конкретные шаги. Поэтому слушайте с целью сделать это своим образом жизни. Это не что-то, что нужно делать время от времени. Применение Слова должно быть нашим образом жизни. Начнем читать вторую главу Иоанна с первого стиха. И мы обнаружим формулу или принципы получения чуда в самом первом чуде, которое Иисус совершил в Своем земном служении. Давайте прочитаем Иоанна 2.1. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. «И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них». У них было вино, но, видно, пришло больше людей, чем они рассчитывали. И им не хватило запасов. Третий стих. «И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что Мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой». Итак, Мария обращается к Иисусу с просьбой, а Он, по сути, отвечает, «Я не собираюсь этим заниматься». Это Меня не касается. И когда Он сказал, «Еще не пришел час Мой», Его мама обратилась к слугам. Заметьте, она разговаривала с Иисусом, и не получив от Него желаемого ответа, решила, «Наш разговор окончен», и, повернувшись, начала говорить со слугами. Так может только мама, не правда ли? Она создала спрос на Него. Он переходил из жизни плотника в жизнь чудотворца, целителя. И она помогла ему с этим переходом. Он был плотником 30 лет. Он не был рожден быть плотником. Однако 30 лет он делал то, для чего не был рожден, потому что это был его период обучения. Это было его время подготовки. Кто бы вы ни были, к чему бы вы ни были призваны, и насколько бы вы ни были помазаны, вам все равно нужна подготовка. Вам все равно нужно обучение. Без ученичества и практики никому не обойтись. И практика, на самом деле, никогда не заканчивается. Но каждому нужно какое-то время быть учеником. Чем больше времени вы можете посвятить обучению и подготовке, тем лучше будут результаты, тем эффективнее вы будете делать то, для чего рождены. Итак, подошел к концу период обучения Иисуса. Не плотницкому делу, хотя он им занимался, а Бог обучал его духовной жизни. И мне так нравится, что, не получив от Иисуса желаемого ответа, Мария просто прекратила разговор и в пятом стихе повернулась и сказала служителям, людям, обслуживавшим свадьбу, что скажет он вам, то сделайте. Мы сейчас не будем читать все это местописание, но Иисус сказал им взять большие водоносы, которые использовались для мытья рук, наполнить их водой, потом зачерпнуть из них воды и поднести распорядителю пира попробовать. И тот сказал, это лучшее вино. Итак, вода превратилась в вино, потому что Иисус сказал что-то сделать. Здесь важно отметить, что его мама сказала слугам. Что скажет он вам, то сделайте. Мария дала такое указание слугам, потому что она кое-что знала о своем сыне. Она знала, что он говорит только то, что слышал от отца. Он упражнялся в этом всю свою жизнь. Он не стал это делать только когда началось его служение чудес. Он делал это всю жизнь. И она знала, что он не относится легкомысленно к словам. Он не просто говорит, что вздумается. Она знала его образ жизни, что он говорит только то, что слышал от отца. Поэтому она дала им такое указание. Все, что он вам скажет, сделайте. Она знала, что он не будет говорить от себя, что он скажет то, что узнал от отца. Итак, Иисус превратил воду в вино. И тут нам важно понять, что такое чудо. Это то, что происходит в обход всех естественных процессов. Когда Иисус сказал слугам наполнить водоносы водой, и вода превратилась в вино, не была посажена виноградная лоза. Никто не ухаживал за виноградной лозой. Никто ее не поливал. Никто ее не удобрял. Никто не пропалывал сорняки. Никто не собирал урожай с виноградной лозы. Не было жатвы, так как не было посева. Не было процесса брожения. То есть все, что должно произойти, чтобы виноград превратился в вино, было пропущено. Вот что такое чудо. Чудо обходит естественные процессы. Есть ли у нас право верить во что-то такое? Ну, это есть в слове. Слово рассказывает об обходе естественных процессов. Именно поэтому невозможно разобраться в чуде, потому что ум не способен понять то, что выходит за рамки естественных процессов. Когда Бог действует в обход естественных процессов, неверующие говорят, я не могу в это поверить, потому что они не способны просчитать то, что выходит за рамки естественного. И нам важно понять, что чудеса пренебрегают физическими законами. Не берут их в расчет. И чудо может произойти быстро или постепенно. Неважно, сколько на это потребуется времени. Просто знайте, когда вмешивается Бог, Он все ускоряет. И это было божественное ускорение. Вода стала вином в обход всех естественных процессов. Иногда мы сталкиваемся с такими нуждами, которые требуют чуда. Иногда, просто по ходу жизни, мы вдруг сталкиваемся с нуждой, превосходящей наши способности. И нам необходимо чудо. А бывает, Бог приводит нас туда, где нам понадобится чудо. Так что то, что вам необходимо чудо, не значит, что вы сделали что-то не так. Иногда это значит, что вы следуете за Богом. Когда Бог избавил народ Свой из Египта, Он повел их таким путем, на котором им встретилось Красное море. Перед ними было море, справа и слева были горные хребты, и они не сразу, но позже осознали, что сзади к ним приближалась египетская армия. Люди, потерявшие своих первенцев. Они были расстроены. Выглядело, что Божий народ загнан в угол, и Бог привел их туда. В Слове сказано, что Бог вел их этим путем. Итак, Бог привел их в то место, где они нуждались в чуде. Чтобы исполнить то, что Бог нам уготовил, нам придется последовать за ним туда, где нам понадобится чудо. Почему? Потому что Бог хотел снова явить себя им, как чудотворца. Итак, иногда просто жизнь приводит нас к необходимости чуда, а иногда сам Бог приводит нас туда, где нужно чудо. И фраза, сказанная Марией, заключает в себе принципы и процесс получения чуда. Она сказала слугам, «Все, что скажет Он вам, то сделайте». Я хочу, чтобы мы изучили каждое слово в этой фразе, подробно все разобрали. Поскольку это инструкция для нас, нам нужно полностью понять, что она подразумевает. Итак, Мария сказала, «Что скажет Он вам, то сделайте». Чтобы произошло чудо, Иисус не просто действовал в одиночку, Он использовал людей. Люди играли свою роль в этом чуде. Он не просто помахал рукой над водой. Он попросил людей сходить за водой. И на самом деле это потребовало много хлопот. Водоносы были огромными. Насколько я понимаю, они вмещали до 115 литров воды. Так что слуги не сдвигали водоносы. Им пришлось носить воду из колодца или из источника, сделав много ходок. Это потребовало времени и усилий. И они могли сказать, «Зачем наполнять водоносы водой? Нам же нужно вино. Зачем мы это делаем?» Но заметьте, они просто сделали то, что Он сказал. Это выглядело нелогично, но они сделали то, что Он сказал. Итак, мы видим, что в любое чудо, которое Бог делает для человека, вовлечен человек. Человек не остается в стороне. Он задействован. Бог говорит человеку что-то сделать. Бог дает человеку повеление, которому нужно повиноваться. Если вам нужно получить чудо, Бог скажет вам, какова ваша часть. Не просто сидеть, ожидая, что Бог сбросит что-то на вас без какого-либо вашего участия. Мы знаем, что нам точно нужно задействовать веру. И это труд. Верить – это настоящий труд. Потому что нужно отложить естественные мысли, нужно отложить чувства, отложить эмоции. Иногда нужно отказаться от неправильного учения, которое у вас было. Чтобы просто поверить в то, что Бог говорит вам сделать. Если вам нужно чудо, Бог скажет вам что-то исполнить. В этой ситуации мы видим чудо ради других людей. Но кому-то нужно было повиноваться. На самом деле это чудо было для жениха и невесты, не так ли? Они даже не знали, что совершалось ради них. Но слуги повиновались ради них. Если вы служите кому-то, кто нуждается в чуде, иногда Бог говорит служителю что-то сделать, иногда получателю чудо. Но кому-то нужно что-то сделать, чтобы сотрудничать с Богом. Вы скажете, ну Бог же Бог, почему бы ему просто не сделать чудо? Он не делает ничего без людей, потому что он не действует без их позволения. Он никому не навязывает свою силу. Кому-то нужно пригласить его. И действуя в послушании, вы приглашаете Бога проявить свою силу. Аминь. Итак, у Бога есть сила, чтобы совершить чудо. Но без нашего позволения эта сила не будет работать для нас. Бог говорит нам что-то сделать, чтобы своим повиновением мы дали ему разрешение. Он не пытается все усложнить. Он хочет получить от нас позволение, чтобы сделать что-то для нас. То есть, когда Бог говорит нам что-то сделать, это Божья доброта. Услышьте, это Божья доброта, когда Он говорит нам что-то сделать. Он ищет доступа к нашей нужде. Он ищет вход для Его силы в нашу нужду. И когда мы повинуемся, Он говорит, хорошо, теперь я могу войти через эту дверь повиновения. Наше повиновение открывает для Него дверь. Наше непослушание закрывает для Него дверь. Если Бог говорит нам что-то сделать, а мы этого не делаем, мы закрываем дверь. И тогда мы не вправе сказать, почему Бог не помог мне. Потому что мы не открыли для Него дверь. Бог не станет выламывать двери в вашу жизнь. Он не станет насильно входить в вашу жизнь. Он придет только с разрешения и по приглашению. Помните, в книге Откровения сказано, что Иисус стоит у двери и стучит, говоря, «К тому, кто отворит дверь, Я войду». Заметьте, мы открываем Богу двери в нашу жизнь. Чтобы Бог мог войти, нам нужно открыть дверь. Наше повиновение тому, что Он говорит нам сделать, открывает дверь. И, как я говорила, непослушание закрывает дверь. Итак, вера – это разрешение. На самом деле, в этом вся суть веры. Вы соглашаетесь с Богом и говорите, «Я даю тебе разрешение сделать то, что твоя сила способна совершить в моей жизни». Ваш акт веры – это разрешение для Бога. Без вашего акта веры у Бога нет разрешения. А как я говорила, ни одно чудо, о котором мы читаем в Библии, Бог не совершал независимо от людей. Он вовлекал людей. Вспомните Исаака. Во время голода он хотел пойти в Египет, а Бог сказал ему, «Не иди в Египет», потому что его отца Авраама Бог привел в землю обетованную, в место, которое Бог обещал ему в наследие. Итак, во время голода Исаак хотел пойти в Египет, а Бог сказал ему, «Не иди туда, живи здесь». И написано, что Исаак сеял во время голода и получил в тот год урожай во сто крат. Видите ли, мой папа был фермером. Во время засухи не бывает урожая во сто крат. Это было чудо. Он получил урожай во сто крат в тот год во время засухи. Смотрите, у Бога был ста кратный урожай для него, но Исааку нужно было повиноваться. Ему нужно было участвовать в этом чуде. Исааку нужно было сеять, хотя это было нелогично. Задумайтесь. Исаак же не один сеял. У него были работники. Ему помогали слуги. Неизвестно, сколько раз они над ним смеялись. Чем мы занимаемся? Сеем во время засухи. Нам нечем поливать. А он все равно сеял, потому что Бог сказал. Он делал это, хотя это было нелогично. Моисей подошел к Красному морю с Божьим народом. Они нуждались в избавлении от приближавшейся армии. И он начал молиться. А Бог остановил его молитву, сказав, «Зачем ты молишься? Подними свой жезл». Другими словами, сделай что-то. Молиться правильно, но не тогда, когда настало время повиноваться. Иногда люди молятся вместо того, чтобы повиноваться. Так вы не получите чудо. Моисей молился, когда было время действовать. Приближается вражеская армия, и евреям нужно перейти море. Время действовать. А он созывает молитвенное собрание. Бог говорит, «Не время для молитвенных собраний, время действовать. Подними свой жезл». Итак, они получили чудо. Но только когда Моисей начал действовать, он выполнил Божье повеление. Всего-то нужно было поднять жезл. Какой от этого толк? Что жезл сделает с водой? Ты ничего не сделаешь с водой. Твое повиновение откроет двери, чтобы его сила что-то сделала с водой. Аминь. То, что Бог скажет вам сделать, не будет иметь никакого смысла. Но не волнуйтесь, это просто, чтобы открыть дверь. Вы не совершаете чудо. Вы просто открываете дверь, чтобы сила Божья могла войти в дверь и совершить чудо. Итак, в пересечении Красного моря был вовлечен человек. Человеку нужно было повиноваться. Помните женщину, которая служила Елисею? И ее дом был благословен, потому что она заботилась о пророке Божьем. Она обеспечивала его, снабжала его, кормила его. Она в своем доме построила комнату специально для пророка. А благодаря этому Бог благословил ее ребенком. Она прежде была не способна родить ребенка. И вот однажды уже подросший ребенок умер от солнечного удара. Она положила его на постель пророка и пошла и сообщила Елисею. Он пришел и лег на ребенка, и ребенок ожил. Бог совершил чудо. Не человек, легший на ребенка, вернул ребенка к жизни. Повиновение человека тому, что Бог сказал сделать, открыло дверь, чтобы сила Божья воскресила ребенка. Видите, Бог не воскресил этого ребенка без участия человека. Я хочу, чтобы вы увидели, что в каждом чуде для человека участвует человек. Оно не происходит в обход человека. Аминь. И помните, как Елисей сказал вдове, которая обнищала, собрать как можно больше сосудов, занять их у соседей и наполнить их елеем. Она наливала елей, а он лился и лился и лился и лился. Был бездонный сосуд с елеем, из которого она наполняла другие сосуды. Что это было? Она повиновалась. И чем больше сосудов она собрала, тем больше смогла наполнить. Когда сосуды закончились, елей перестал течь. Она установила меру своего чуда. Как долго это чудо будет для нее работать? Она установила эту меру. Не Бог. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. Каждое чудо для кого-то происходит с чьим-то участием. При каждом чуде исцеления, которое Иисус совершил во время Своего земного служения, Он говорил нуждающемуся человеку что-то сделать. Помните человека, которому Он помазал грязью глаза и сказал, «Пойди умойся в купальне Силаам». Итак, Иисус помазал человека грязью и сказал Ему пойти умыться, что если бы тот ответил, «Я просто вот в этот дом зайду, он ближе». Он ведь слепой, и теперь у него грязь на глазах, и Ему нужно пойти и найти купальню Силаам. Иисуса не волнует удобство, Его волнует послушание. Он сказал человеку умыться, и, повиновавшись, тот прозрел. Это было чудо, но при каждом чуде исцеления в земном служении Иисуса, Он всегда говорил больному что-то сделать. Вы скажете, «Почему мне нужно что-то делать? Вы хотите чудо или нет?» Многие люди хотят и рады получить что-то, пока от них ничего не требуется. Но Божья сила не действует для тех, кто в ней не заинтересован. Должно быть почтение к Его силе. Ее нужно ценить. Поэтому Бог хочет, чтобы своей верой мы показали, насколько мы заинтересованы в том, чтобы получить чудо. Аминь. Аллилуйя. В 12 главе 1 Коринфянам перечислены 9 даров Духа. Дары исцелений, чудотворения, пророчества, языки, истолкования языков. 9 даров или 9 разных способов, которыми Дух Святой проявляет себя, перечислены в 1 Коринфянам 12. И одно из проявлений Духа – это чудотворение. Заметьте, не чудо появление, а чудотворение. То есть, есть процесс сотворения чуда. И есть часть, которую совершает Бог, и часть, которую совершает человек. Чудеса могут быть мгновенными, а могут быть и постепенными. Не ограничивайте Бога только мгновенными чудесами. Многие люди, нуждающиеся в чуде, считают, что если все не происходит мгновенно, то ничего не происходит. Но иногда чудо может просто начаться. Вспомните, как Петр шел по воде. Иисус сказал ему прийти, и он пошел по воде. Он делал шаг за шагом, продвигаясь дальше в этом чуде. Чудо происходило шаг за шагом. Он не преодолел расстояние между лодкой и Иисусом в одно мгновение. Нет, это был процесс. С каждым шагом веры он продвигался вперед, идя по воде. Но когда он перестал делать то, что сказал Иисус, а Иисус сказал «иди», когда он перестал идти к Иисусу по воде, остановился и перевел свой взгляд и внимание на бурю, тогда он начал тонуть. То есть нам нужно не только начать двигаться в чуде, но и продолжать, чтобы не потерять то, что мы уже получили. Люди говорят «Ну, если у Бога есть для меня чудо, оно всегда будет моим». Только если вы не перестанете двигаться, только если вы не перестанете верить и повиноваться. Итак, Бог творит чудеса, но они не всегда мгновенные. Иногда они постепенные. Не ограничивайте Бога мгновенными чудесами и не упустите таким образом свое чудо. Аминь. Аллилуйя. Чудеса нам принадлежат. Я говорю, чудеса нам принадлежат. Но нам нужно сотрудничать с Богом в получении чудес. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. 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 Дюфрейн.